МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите о спасательной операции. Мы были с первого дня, с первой минуты, на самом деле, потому что начало поисков – это самое главное. Надо понять, куда бежать, где искать. Первую ночь был самый сложный момент, потому что была гроза, сильный ливень, и добровольцев, волонтеров примерно 200 человек. С утра все поехали на работу, потому что была рабочая неделя. Стали подтягиваться силовики, и в среднем где-то 200-300-400 человек уже стало появляться. В последний день уже больше тысячи человек, группировка была. Люди самых разных городов, районов, вся Нижегородская область, Чикаловск, Выкса, Розамас, Саров, Дзержинск, все остальные. И Москва, Казань, Пенза, Владимир, самые дальние с Екатеринбурга приехали. Сколько всего искали девушку? Больше тысячи человек насчитали. Приезжают, уезжают постоянно, сложно. Часто ли такое бывает в вашей практике, что уже четвертые сутки поисков, и человек найден живым? Ну, в практике были разные, и шесть было дней. На самом деле дети более выживаемые, чем бабушки и дедушки. У них, может быть, по-другому как-то все устроено, но, тем не менее, риск был реальный. То есть сложная местность и погода. Были даже сообщения, что вот медвежьи следы обнаружены. Там и кабаны, и змеи, и осы, это полно всего. Девочка, к счастью, не пострадала, да? Да. Ну, расскажите о том, как проявили себя волонтеры в этой операции. То есть те, кто непосредственно готовится, работает в направлении развития себя как волонтера. Когда такое количество народа, всегда есть сложности в организации работ. И этот поиск не был исключением, скажем, до идеального нам еще далеко. То есть есть масса вопросов организационных и во взаимодействии с полицией, и с следственным комитетом, и с администрациями. Но кончилось сейчас все хорошо. Я надеюсь, будет все-таки хороший, большой такой разбор полетов, где мы все плюсы и минусы рассмотрим и сделаем так, чтобы в следующий раз быть более эффективными. Как и когда вы пришли к тому, что волонтеров нужно готовить, нужно вот именно иметь такой костяк, команду, которая будет организовывать других? Ну, человек в лесу – это такой ресурс, который очень ограниченный. Три-четыре часа, он замерз, ему надо есть, пить и так далее. То есть и вот эти три-четыре часа нужно использовать максимально эффективно. Учиться в лесу, ходить по компасу или там работать с навигатором – ну, это пустая трата времени. Поэтому, ну, практически сразу мы поняли, что людей нужно готовить. И готовить причем именно волонтеров. Потому что доброволец, который приезжает раз в год, он все равно все забудет. А вот подготовка именно людей, которые глубоко специализированы – картографы, инфорги, пилоты дронов и так далее – вот они очень нужны, востребованы, и их нужно учить долго и профессионально. Мы сейчас входим, я бы сказал, в новый этап. В Нижегородской области создается ресурсный центр поддержки добровольчества, развития добровольчества в сфере безопасности населения. И в нем первую и главную задачу исполняет учебный отдел. То есть подготовка, создание программ, курсов и непосредственно проведение этих курсов, на которых могут обучаться все желающие. Кто стоит у истоков, у руля вот этого ресурсного центра? Ну, гранд-правительство выиграло наша общественная организация, поисково-спасательный отряд «Волонтер», соответственно, нам и реализовывать эту всю историю. Какие задачи ставит перед собой ресурсный центр? В чем его суть? Основная задача образовательная, вторая часть техническая, потому что поиски – это все-таки сложный процесс, и там задействовано много разного снаряжения. Это GPS-навигаторы, дроны, радиостанции, ну и много всяких штук. И понятно, что ни одна область, в том числе Нижегородская, не потянет наличие в каждом районе, в каждом городе такого комплекта снаряжения. То есть ресурсный центр, он будет иметь этот комплект, и в случае чрезвычайной ситуации в один, два, три района направлять эти ресурсы для того, чтобы могли пользоваться уже и волонтеры, и администрации, и местное население. Но это технические ресурсы, а людские ресурсы? Кто может прийти на обучение в ресурсный центр? Людские ресурсы, мы рассчитываем, прежде всего, это будут населения добровольцы, но задача стоит такая, чтобы волонтерские технологии, которые сегодня уже разработаны, никто не спорит, что они намного лучше и совершеннее, чем существующие. Их нужно превратить в сертифицированные курсы, программы, для того, чтобы там могли обучаться и сотрудники, и ДДС, и администрации, и полиции, и МЧС, и все остальные. А кто будет непосредственно обучать? Те, кто уже, так скажем, опытные поисковики, или это специальные какие-то люди? В штате ресурсного центра есть ставки, есть люди, которые работают за деньги, то есть я надеюсь, что это будут хорошие специалисты. Ну, их задача, вот чему обучить тех, кто приходит в ресурсный центр? Работать с техникой, да? Во-вторых, чему? У нас есть несколько основных специальностей. Это старшие поисковые группы, то есть это человек, который берет на себя ответственность там за 10-20 человек и ведет их в лес. Это общественные такие должности, да? Это нужно учиться, это специальные задачи. Есть человек, информационный координатор, который собирает информацию, делает ориентировки, общается с родственниками, с полицией и так далее. То есть это тоже большая работа, она невидимая, но вот у нас сейчас 12 человек информационных координаторов. Они сидят дома и сутками не спят, обеспечивают вот эту всю работу отряда. Есть такие специальности, как картограф, есть пилоты дрона. И еще много различных специализированных моментов, которые нужно знать именно волонтерам для организации поисков. Ну как вообще вот эта ситуация с ресурсным центром может повлиять на поисково-спасательные операции в нашем регионе? Что может измениться? Проблема поиска людей, она сегодня поднята на самый высокий уровень. Сегодня есть поручение президента о создании таких ресурсных центров в каждом регионе. Наш регион над этой проблемой работает уже год. И, собственно, по заданию правительства, а грант мы расцениваем как некий акт доверия, мы делаем вот этот первый шаг. То есть первый пробный может быть, но это не ЦППЛ, это не центр поиска пропавших людей в рамках поручения президента. Это немножко меньший проект, но на базе его мы сможем доказать правительству, людям, которые выделяют средства, и всем другим участникам поиска администрации, ЕДДС, полиции и прочее, о том, что эти технологии нужны и важны. А есть какие-то целевые показатели? Например, в год мы должны обучить 500 человек? Естественно, при подаче заявки мы это все указывали. Сегодня у нас порядка 150 человек должно быть обучено, привлеченных порядка 400 до конца года добровольцев. Но вообще измерять человеческую жизнь в каких-то цифрах очень-очень сложно. Все можно, так сказать, поставить на карту ради того, чтобы спасти одну единственную девочку, которая в далекой деревне там потерялась. Ну а вот если говорить о примере других регионов, вы говорите, что есть такая задача от президента организовать ресурсные центры в других регионах. Где-то уже есть такой опыт? Сегодня мы изучаем весь этот опыт. Из 60 с чем-то там регионов, где замечена какая-то добровольческая активность, на сегодня создано целых 8 ресурсных центров. То есть задача выполняется с большим трудом. И мы надеемся, что сегодня мы аккумулируем весь опыт, который есть по стране и добавим туда наши собственные инновации, потому что они ничем не скромнее, чем в других регионах в той же самой Москве. А что это за инновации? Мы видим сегодня, что кроме поиска людей есть еще масса проблем, которые не решены, которые напрямую влияют на пропажу людей. Та же самая ликвидация опасных объектов. Та же самая профилактика. То есть это уроки безопасности для взрослых в первую очередь, а потом для детей. Это установка стрелок. Есть у нас такой проект, когда в лесах устанавливаются указатели. Это как раз наши инновации? Мы хотим туда добавить. То есть у нас кроме поиска будут еще вопросы другие в целях повышения безопасности населения. Планируется и пожаротушение, и тушение лесных пожаров, потому что есть сегодня современные технологии, за которыми к нам уже приезжают из Европы. По тушению лесных пожаров, в том числе торфяных. Для нашей области это тоже важная проблема. Есть ли уже желающие обучаться в этом ресурсном центре? Как пройти отбор, что нужно для этого сделать и сколько учиться? Когда люди приходят к нам в отряд, они заполняют анкету, заявление, соответственно, там есть такой пункт. Таких людей у нас почти две тысячи. По всей области или только в Нижегородской области? По Нижегородской области, да. Но надо понимать, что ресурсный центр это не для одного отряда. Ресурсный центр третьей своей главной задачей ставит координацию всех существующих сил. Потому что сегодня в регионе есть порядка пяти-шести организаций и федеральных, и местных, и каких-то узкоспециализированных. Там есть отряд кинологический, например, поисковый. И сегодня координация и взаимодействие, работа по единому алгоритму, на единые связи, единых картах и прочее – это вопрос эффективности и, по сути, вопрос выживания того человека, которого мы ищем. Потому что в лесу дорога каждая минута. И от того, насколько поисковики понимают друг друга и работают как единое целое, зависит жизнь пропавшего. Поэтому ресурсный центр – это основной инструмент, который связывает силовые структуры, административные и население, как добровольцев, как его наиболее активную часть. Ну и группа волонтеров, которая узкоспециализированно знает, что и как нужно делать. А как вот действительно отобрать людей заинтересованных? Где гарантия, что человек пройдет обучение, а потом, когда возникнет тот час X, когда нужна будет помощь человеку, он действительно придет на место и будет помогать, участвовать в поисках? – Стопроцентной гарантии нет. У нас есть определенные тесты, когда мы принимаем людей в отряд. Но здесь важно другое. Здесь мы в первую очередь стараемся пропустить через учебу, через подготовку большое количество людей. Потому что многие люди даже не знают, что они к этому готовы. У нас есть волонтеры, которые пять лет сидели на диване, смотрели в компьютер, следили за поисками, потом что-то там стрельнуло, и он приехал, и сейчас он ведущий координатор. А до этого вот как-то не торкало. То есть у каждого человека, который приходит в поиск, в отряд, в организацию, своя мотивация. Большинство из них, конечно, хотят кого-то спасти, почувствовать свою значимость, что они сделали доброе дело. Есть люди, которые приходят изучить какие-то конкретные вопросы. Навигацию, картографию, первую помощь медицинскую. Есть такие люди, которым вообще заняться нечем, они просто приходят ради интереса. И потихонечку втягиваются. Есть у нас несколько семейных пар уже, которые, и даже дети, волонтеры рожденные. То есть люди приходят, чтобы найти себе вторую половинку. И задача организатора, в принципе, постараться все эти потребности, ну, скажем так, населению удовлетворить. Учитывать. Но основная, конечно, да. То есть все понимают, зачем мы здесь собрались, и что мы спасаем людей. Но потом эти люди готовы приходить, разбирать свои ошибки, чтобы было сделано не так, вот на примере поисков Зарины, да? Смотрите, у себя в организации мы всегда это проводим. Но вопрос сейчас стоит о том, что нужно провести вот этот анализ, разбор полетов вместе со всеми участниками. То есть это и МЧС, и полиция. И с полицией, и следственных комитетов, и администрации, и местные жители. То есть нужно участие всех. Хотя, в принципе, основной, конечно, здесь должна быть полиция. Потому что по закону она является организатором. Ну что ж, мы вас поздравляем с удачным финалом вот этой истории, что действительно счастье случилось, найдена эта девочка живой. И желаем успехов с ресурсным центром. Всего вам доброго. Спасибо. Будем стараться. У нас в студии был руководитель поисково-спасательного отряда волонтер НН Сергей Шухрин.